Теперь, что касается вообще электронных документов, то здесь сложности, с моей точки зрения, чаще всего связаны даже не с тем, что это какой-то уникальный вид документа, да ничего подобного. Документ, он на любой, так сказать, носительный документ. Но дело в том, что если для бумажных документов у нас есть отработанные методы создания, использования и хранения, то как только мы начинаем работать с электронными, у нас тут же появляются куча проблем. Первое. Легко модифицируется. Легко копируется. И попробуй вспомнить, через неделю, чем копия одна, один отличается от копии два. Если вы только не пометите себе где-нибудь, чем она отличается. Дальше. Вопросы авторства и факта утверждения подписания и согласования документов. Тут же возникают. Подтверждение факта отправки, получения регистрации при электронной переписке. Вот один из серьезных недостатков электронной почты. Докажи. Я тебе направил, а я не получал. Куча судебных споров, связанные именно с этим. Можно доказать? Да, некоторые доказывают. И мы посмотрим завтра, каким образом это можно сделать. Но это садистские методы, честно скажу. Это надо иметь очень большой заинтересованность, чтобы попытаться их использовать. И то еще, опять, спорная ситуация, насколько суды примут эти доказательства. Дальше. Точное время создания документа. Даже когда ты подписала электронно-цифровую подписью. Вот сразу говорю, когда я говорю ОЦП, я имею в виду именно технологию ключей. Пара ключей именно эта технология. Почему? Если я пишу документ на этом компьютере, откатив время на нем лет на пять назад, и скажу, что все нормально, у меня все было подписано. Если у меня еще старые, сохранились ключевые, так сказать, закрытый ключ, попробуй докажи, что я, так сказать, это сделала сейчас, только сейчас. И это тоже риски возникают. Мы завтра, когда будем говорить, подпоспись говорим. Но и электронные документы. Их сохранить трудно, но их уничтожить трудно. Они как тараканы. Вы же понимаете, если вы их в открытый доступ разошлете, массовую рассылку, попробуйте доказать, что вы все документы, этот документ уничтожили. Вот как у нас бывает, кто-нибудь лямнет в социальных сетях какую-то глупость, он удалил уже. В интернете все равно все можно найти, потому что тут же скопировали и разместили там, где это уничтожить невозможно. И вот такие вещи, к сожалению, есть. Значит, просто в качестве примера приведу вот ситуацию, связанную с электронными документами американцев. Значит, когда летали еще Аполлоны, они записали информацию о лунной пыли. 73 ленты, вот такие магнитные, были записаны, но в тот момент никого это не заинтересовало. И они, сделав вторую копию, отправили их в удаленное хранение, причем американцы отправили хранить в коммерческую фирму, у которой соляные шахты приспособлены под хранение электронных документов. Самый классный, кстати, метод хранения, почему маленькая влажность, потому что соль поглощает холод, это вот как раз тот самый температурно-влажностный режим, который устраивает всех. А второе филологичное условие в Австралию. Значит, несколько лет назад ученые вспомнили про это, и в этот момент лунная пыль оказалась очень модной. Они говорят, давай документы. НАСА обратилась к хранителям, коммерческая структура в Америке признавалась, что они нечаянно по ошибке уничтожили эти ленты, но из Австралии привезли не пылинки. Дальше картина, как в басне Крылова «Лиса и журавей». Лиса ходит вокруг кувшина, знает, что там вкусно, достать не может. Почему? Значит, по всей Америке нашли только три неработающих агрегата, на которых это было записано, вот один из них представлен на фотографии, в политехнических музеях. В каком формате было записано и на каком полу было записано, никто не знает. Значит, что предприняло НАСА, объяснив ученым, что они делают. Значит, они сказали, значит так, если из трех неработающих соберем один работающий, если сейчас кадровая служба сможет найти хотя бы несколько пенсионеров НАСА, которые тогда работали с этими агрегатами, и они вспомнят, на каком ПО и в каком формате это записывалось, и мы сможем это найти, возможно, мы сможем вытащить эту информацию. А если бы это были бумажные документы, я вас уверяю, все привезли бы и использовали, вот ситуация именно такая. Учитывая, что я это брала из открытого доступа из прессы, то есть поскольку победных реляций я не нашла, похоже, им это сделать не удалось. То есть информация есть, но она фактически утрачена, вот доступа нет. Можно вопрос, а вот если бы это все проводилось, должно было все равно фиксироваться на бумажных носителях, именно каким образом устроена нам подобная техника, каким образом идет шпионка решения? Это когда по правилам, а когда у нас работают... У нас, у нас же серьезная организация. Вы знаете, у нас в ЦАГе тоже серьезная организация, утрачен весь архив продувок в их трубах аэродинамических, потому что все хранилось вот на этих лентах, и в тот момент, когда надо было срочно сделать миграцию, начались 90-е. И, соответственно, АБСМ-6 прекратил свое существование, его разобрали и выкинули, и теперь считать, даже если информация есть. Потому что вот про сохранность мы когда будем говорить, вот я вам скажу, то есть здесь вопрос организации работы с документами должен себя включать не только в момент создания, но и отслеживание возможности использования, читаемости и переноса документов на новые носители, на новое ПО, тогда, когда еще не поздно. То есть это достаточно такая трудоемкая, очень дорогостоящая работа. И вот это сейчас входит в обязанности архивных служб все чаще. Но для этого нужны квалифицированные специалисты, потому что электронный архивист, он за те деньги, которые платят просто архивисту, он пару дней в месяц поработает на организации или государственном органе, но не более. То есть вопрос достаточно серьезный. У нас массовый управа информации электронной. Второй важный момент, на который тоже хочу обратить внимание, когда мы говорим по поиспечению сохранности, я говорила, что у нас есть опыт сохранения научных глаз данных, действительно есть. И в ряде случаев они публиковали очень интересные отчеты, связанные с обеспечением сохранности информации. И вот то, что связано там с всякими геопространственными изменениями, они как-то опубликовали информацию, что объем базы колоссальный, значит, утрата за 10 лет 1-2% информации. И они сказали, что репрезентативность информации не утрачена, научная ценность не утрачена, и все нормально, будем исполнить. Я вот тут же привожу пример. Я говорю, а как вы думаете, если за 10 лет 1-2% информации будет в кадастре недвижимости утрачено, это приемлемый процент? Конечно, нет. Вопрос серьезный. То есть здесь вопрос обеспечения юридической значимости электронных документов важен. Для многих промышленных предприятий, кто уже давно перешел на САПРЭ, вопрос обеспечения сохранности научно-технической документации в электронном виде, это очень серьезный вопрос. И были примеры, даже у меня есть на презентации по хранению, я покажу, когда просто перенос с версии на версии полностью поменял формы всех деталей, потому что там была мальфинькая ошибка. Но это хорошо заметили, а представьте, там через 10 лет походится, ничего не работает. Еще один вопрос, это то, что мы используем смешанный документ-оборот. То есть в любой момент, в принципе, документ из электронного может стать бумажным, и потом наоборот. И здесь тоже это надо понимать. Причем вывести архив бумажных документов, Вот я знаю, что были два случая на Украине, когда архивы кадастров регистрационных палат просто рейдерскими захватами вывозили большую часть документации на грузовиках. Ну, чтобы потом было невозможно доказать, что собственник земли. Такие случаи были. Но вывести на КАМАЗе это сложно. А вынести на флешки весь архив организации, причем коммерческими секретами, это как делать нечего. И вот здесь вот организация хранения, это вещь серьезная. Значит, вот просто в качестве примеров смешанного документа-оборота хочу показать несколько проколов президентских, которые вот тоже наглядно это показывают. Вот в 2005 году Буш-младший, сидя на заседании ООНа, ну, в президиуме вы видели, какой там зал. Представляете, с какого расстояния снимали, сделали все эти снимки. Корреспондент заметил, что он какую-то записочку, когда Лиззи Райс написал. Значит, и после этого, значит, после ее кивка встал и выдалился. Значит, всем заинтересовалось, что он ее написал. Но оказалось, он спрашивал, можно ли ему выйти в комнату, в туалет. Значит, ну, понятно, все сообщество мировое смеялось и так далее. Потом поймали Саркози, вот он выходит в заседание правительства, в обнимку с папками, наверху какой-то рукописный текст. Значит, тут же распознали, значит, там про миллион поцелуев сравнили под автограф жены, сказали, не она. Вот выяснилось, что это Карла Бруни. Значит, потом она стала женой президента. Ну, Путина тоже как-то в 2007 поймали, но гордость берет про нефть газ и стихи великого поэта. Вообще, когда так вот сложилось, тут же мне пришло мнение нашего юмориста Задорного, что Россия – это мозг к земле. Ну, Франция, понятно, сердце. Понимаете, Соединенные Штаты в лучшем случае есть проблемы. Но проблемы, они серьезны. Почему? Потому что аналогичным образом утечь могут любые документы. Поэтому организацию работы с документами нужно не запорвать и про бумажные. Вот регулярно появляется информация, что тот или иной банк был выкинул на помойку, да, копии там паспортов и всего остального и так далее. Это вот та же самая вещь, что работа с документами, она не заканчивается, когда ты деловую функцию свою исполнил. Вот только после уничтожения ты можешь считать, что ты выполнил все поставленные задачи. И, учитывая, что сейчас грядет, я думаю, в ближайшее время все-таки это будет сделано, увеличить штрафы за нарушение закона о персональных данных, ну, минимум хочет Роскомнадзор 700 тысяч, вот, выкинуть такие бумажки просто куда-то в помойку, это будет очень серьезный наклад.